На Новый Год я хочу дракона! Будь реалистичный! Эмм, 10 тысяч долларов за биткоин? Хе-хе. Какого цвета дракона хочешь? Красненького? Исторически декабрь это хорошее время для криптовалюты. Почему-то. Конечно, декабрь ещё не закончился, но мы уже можем сделать неутешительный вывод. Ноябрь оказался худшим месяцем для биткоина за последние 7 лет. Всего за один месяц курс первой криптовалюты снизился на 2500 долларов, или на 37%. Хуже было только в 2011 году. Если же пробежаться по декабрям, то мы заметим, что только в 2013 и 2014 годах декабри закрылись в минус. Декабрь 2015-го. Курс биткоина вырос на 14%. Декабрь 2016-го. Курс биткоина вырос на 30%. И, конечно же, декабрь 2017-го. Курс биткоина вырос на 40%. Сейчас курс биткоина задержался на отметке в 3900 долларов за монету. Собственно, вот эта линия поддержки, которая сейчас сдерживает биткоин от дальнейшего падения. Впервые ниже 4000 долларов биткоин провалился 25 ноября. Следующее, что бросается в глаза, это то, что каждый следующий пик всё ниже и ниже. Торговый объём также постепенно умирает. Скорее всего, мы ещё раз протестируем уровень поддержки в 3700 долларов на прочность. Главное, чтобы он не был вот таким. Возможно, мы просто оттягиваем неизбежное. Пробитие этого уровня почти наверняка будет сопровождаться очередным перпендикулярным падением вниз. Вы спросите, а что же должно произойти, чтобы быки вернулись на рынок? Нам нужно преодолеть 4700 долларов за биткоин. По крайней мере, такое движение вернёт уверенность. Особенно, если учитывать всё то, что нас ждёт в первом квартале 2019-го года. Все эти баг, ТТФ и так дальше. В оригинале эта статья носит название «Криптовалютная зима наступила и остаётся только винить самих себя». Нам удалось нанести большой вред доверию к биткоину. У меня есть друг, который заработал огромное состояние на биткоине. Он один из тех энтузиастов, которые с радостью делятся своим богатством с людьми, которые способствуют более широкому принятию криптовалют. Всё это, без сомнения, хорошо, однако меня всегда раздражала одна вещь. Небольшие суммы, которые он раздавал случайным людям, в долларах теперь стоят в разы больше. Почему меня это раздражает? Да потому что мой друг является лишним подтверждением тому, что спекулятивная прибыль – это основная ценность, которую предлагает биткоин. История друга не рассказывает о цензуре устойчивых деньгах, которые могут обойтись без финансовых институтов, диктующих свои условия. Эта история не о том, что теперь цифровые деньги не требуют банковского счёта или одобрения третьих сторон, и не о том, что биткоин стал первым безопасным цифровым активом в интернете. Нет. Это была простая история о том, что если вы купите это, то станете таким же богатым, как и я. На самом деле, риторика этого друга весьма интересна, хотя бы тем, что большинству людей просто на это наплевать. Им было плевать и сотни лет назад, почему сейчас они вдруг должны откинуть своё безразличие в сторону. Ещё в начале прошлого века Генри Форд сказал, «Хорошо, что наш народ не понимает, как работает наша банковская система, иначе завтра же случилась бы революция». С тех пор всё не то, чтобы изменилось, а даже ухудшилось. По факту сегодня банки печатают деньги из ничего, выдают грабительские кредиты, ипотеки, выписывают себе жирные премии, а мы — это то, что их спасает. Мы спасаем банки сегодня. Поэтому послушай меня, Майкл Кейси, и ответь, если сможешь. Как ты достучишься до людей массово, чтобы они приняли биткоин, как способ всё изменить? С помощью диктаторства, как в Венесуэле, когда всё, что люди скопили за жизнь, обесценилось за одну ночь? А, ну да, походу это единственный способ. Одна моя родственница как-то спросила меня, какую монету лучше всего купить. Я предупредил её, что лучше этого не делать, но тем не менее начал ей объяснять свой интерес к кассе к устойчивым монетам. Она ответила, «Да я ничего не понимаю, просто скажи, что купить». Вот такая мания породила толпу энтузиастов повсюду, и даже одно слово «блокчейн» увеличивало стоимость компании в разы. К сожалению, я считаю, что нам удалось нанести большой вред общественному признанию и доверию к технологии. Это не конец, но нужно отметить, что сегодня многие ассоциируют криптовалюту с пузырём, мошенничеством и потерей денег. Какая-то доля правды в этом есть. Но правда заключается ещё и в том, что даже когда криптовалюта привлекла мейнстримное внимание, она никогда даже и не приближалась к мейнстримному принятию. И большинство людей не потеряли денег на биткоине, потому что они его даже не купили. Кстати, ребята, мой мониторинг обменников сейчас проводит конкурс на 6 тысяч рублей. Да, сумма не очень большая, но это просто пробный конкурс. Ссылка на него будет в описании, условия достаточно простые, поэтому у вас есть шанс выиграть. Ну и, конечно же, не забывайте пользоваться моим мониторингом. Тоже ссылка будет в описании. Есть интересная новость по эфириуму, я её почему-то пропустил. Очень важная дата 16 января 2019 года. Это будет хардфорк под названием Константинополь. Кроме этого, вознаграждение за добычу блока сократится с 3 до 2 эфиров. А это значит, что инфляция эфириума уменьшится на 33%. Напоминает ту самую эмоциональность, с которой люди ждут следующий биткоин-халвинг, который уменьшит награду наполовину. Возможно, оба этих события позитивно скажутся на эфириуме и биткоине. Кстати говоря, про биткоин-халвинг у меня есть видео. Если интересно, можете посмотреть, ссылочка будет в описании и в подсказке. Глава Ripple. Банки будут держать такую криптовалюту, как XRP, от имени своих клиентов в 2019 году. Почему-то кто-то считает эту новость позитивной. А я вот думаю, а зачем вообще позволять банку держать свою криптовалюту? Это всё равно, что подойти на улицу кому-то и сказать, «Эй, йоу, мэн, вот мой кошелёк пусть у тебя в кармане полежит». Впрочем, как мы уже обсуждали, большинству людей в принципе всё равно, поэтому всё-таки эту новость я буду считать хорошей. Кстати говоря, первыми такими банками будут банки юго-восточных азиатских стран. Так что к нам такая тенденция ещё несколько лет будет добираться. Глава Tron, Джастин Санн, о котором мы почему-то стали забывать, уверенно заявил, что Tron скоро подорожает на четыре сотни процентов. По его словам, уже в следующем месяце, то есть в декабре, будут запущены ещё 80 децентрализованных приложений, которые принесут Tron новых пользователей. На данный момент в сети Tron функционирует 28 децентрализованных приложений. За сутки ими пользуются от 2 до 4 тысяч пользователей, которые совершают около 700 тысяч транзакций на сумму более 300 тысяч Tron монет в сутки. При этом интересно заметить, что подавляющее большинство операций проводятся в сфере азартных игр. Вообще забавно то, что если ты тратишь деньги со своей карты на азартные игры, банк тебе ни слова не скажет. Но если ты будешь покупать биткоин, они позвонят и возмущённо предупредят. Ещё раз купишь биткоин, мы тебе счёт закроем. Понял? И потом, наверное, идут плакать. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями и скоро увидимся. Кстати, не забывай о моём телеграм-канале, там я публикую свои статьи, которых больше нигде нет, поэтому если интересно, можешь подписаться, ссылка будет в описании. А знаешь, чем отличается этот попугай от биткоина? Он не падает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!